Всем привет! Наконец-то вышла первая часть моей новой рубрики оценка канала. Здесь я добрался с комментариев тех людей, которые подходят по всем критериям. Лишь немногие желающие люди прошли эту проверку, ведь там было очень много мусорных каналов, которые нарушали вот эту критерию. Ну и уже потом, после этой проверки, я выбрал двух людей, которых я буду оценивать в этой части оценки канала. И если вы вдруг хотели поучаствовать, но вы не попали сюда, то не расстраивайтесь. Даже без вашего канала видео будет интересно смотреть. Ведь здесь я укажу на ошибки других ютуберов. Да и тем более, если вы не попали в это видео, то вы либо будете в следующих частях этой рубрики, либо вообще не будете, ведь вы не подходите по критериям. Ладно, еще стоит сказать самое главное. Не подписывайтесь на людей, которых я буду оценивать в этом видео. Я не хочу делать кому-то бесплатную рекламу канала. Ну и тем более, я не хочу, чтобы какие-то мрази пользовались этой рубрикой, чтобы набрать себе подписчиков на канал. Ладно, перейдем уже к оценке канала. Первый человек, которому повезло попасть на оценку канала, является некий Марк. Этот человек снимает видео в стиле маразма. Сразу же, когда мы заходим на канал, то мы видим превьюшки такого себе качества. Может они и кликабельные, как у маразма, но чувак, что с качеством? Неужели для тебя такая проблема, сделай превьюшку, в которой не будет вот этого низкого качества? Чувак, вот что я посоветую тебе по поводу превьюшек. Придерживайся дальше такой стилистики, где у тебя фон с такими же белыми линиями. Делай в такой стилистике превьюшку для каждого своего видео. Ну и главное, я делаю их качественно, без пикселей и вот этого всего. Привьюшки должны быть привлекательными и с хорошим качеством. Ну и ещё у тебя есть проблема с названием канала, советую его поменять, так как тебя трудно найти в поиске ютуба. Если вдруг зритель напишет Марку, то тебя будет возможно найти только если ввести фильтр канала. А без него тебя будет нереально найти, ведь людей на ютубе с никнеймом Марка очень много. Ну и чтобы твой никнейм был оригинален, добавь какие-то буквы или цифры, или же добавь ещё какое-то слово. Например, можешь что-то сделать со своей фамилией, ставить где-то вторым словом в никнейме. Так тебе будет легче найти в поиске, да и твой ник будет оригинален. Ладно, давайте же посмотрим на тему видео этого человека. Сразу же лично я замечаю видео по моему формату будущего канала, где он снял видео про Винди. Также можно заметить видео про пропажу лолу-трека, про которое уже много кто снимал видео. И вот понимаешь, чувак, на твоём этапе важно продвигаться через поиск ютуба. Если тему твоего ролика уже много кто снимал, то это значит, что твое видео будет в самом низу поиска. Поиск ютуба это самое главное из 10, в рекомендации твои видео точно сейчас не попадут. Ну а если твоего видео не будет на первом или на втором месте в поиске, то значит, что лучше вообще не снимать про это видео. Хотя, как тебе вообще найдёт зритель, если ты даже не добавляешь теги для видео? Это очень важная вещь, благодаря которой тебе будет возможно найти в поиске ютуба. Можешь глянуть подробные туториалы на эту тему, где сказано, как написать теги под видео и как написать их правильно. Хотя, даже если ты напишешь теги, но твое видео совсем не оригинальное, то оно совсем ничего не соберёт. Поэтому тебе нужно придумать оригинальные идеи, которые до тебя никто не снимал или же снимал какой-то ноунейм. В общем, ещё у тебя есть видео «Ток 5 лучших ульт в Brawl Stars». Чел, вот ты снимаешь видео в стиле маразм, а тогда зачем ты сделал такое видео про Brawl Stars, если твоя целевая аудитория пришла совсем не за этим? Да и тем более, это на ютубе снимали уже очень много раз. Ладно, чё-то мы заговорились про это всё, давайте лучше посмотрим его последнее видео «Трэш в школе 2». И посмотрим, какой у него в роликах монтаж и подача. Трэш истории были у всех нас, и у меня в том числе. И в этом видеоролике я хотел бы поговорить насчёт трэш истории. Это уже вторая часть прошлого видеоролика. Спасибо вам огромное за актив, за то, что вы подписываетесь и ставьте лайки. Но чтобы поскорее вышла третья часть, давайте наставим 6 лайков. На этом канале ещё ни разу не собиралась только лайков. Чел, вот зачем ты вначале выпрашиваешь 6 лайков? Вот прикинь такую ситуацию. У тебя, допустим, спустя пару месяцев после публикации видео так и не собралось 6 лайков. А ты сильно хочешь сделать третью часть истории. И что, ты будешь с других аккаунтов добивать эти лайки? Или ты просто забьёшь на свои обещания и снимешь это видео просто так? Вот какой смысл просить лайки в самом начале, как обмен на новое видео? Не нужно зависеть от количества лайков, да и тем более не нужно выпрашивать их в самом начале. Поверь, почти всех зрителей ютюба бесит, когда ютюбер выпрашивает лайки и подписки. Такие моменты хочется поскорее перемотать. Ну ладно, слушаем дальше. Берите чаёк, заваривайте печеньки. Да. Тут мы видим, как он пытается пошутить про то, что он якобы поменял случайными местами слова. Ну и чувак, честно говоря, в исполнении школьника шутки звучат нелепо. Да и тем более, вот это вступление, заваривайте чай и берите печеньки, уже как бы слишком банально для вступления ролика. И как мне кажется, оно максимально тупое. Вот обращаясь до зрителей этого ролика, кто из вас хоть раз после этих слов реально шёл за чаем и печеньками? Может есть какие-то случаи, но никто точно не будет пить чай и смотреть 4 минуты ролика этого чувака. Ладно, давайте перейдём к содержанию видео. Вкратце скажу, что здесь он рассказывает истории жизни. Тут как бы не к чему придраться. Но зато в монтаже тебе стоит кое-что изменить. Во-первых, если ты ведь используешь картинки, то растяни картинку на то время, пока предложение ещё актуальнее. Вот пример, допустим, я говорю про дерево, долго говорю про дерево, разговариваю про его деревянные палки, а потом резко начинаю говорить про зелёную траву. И пока в предложении ещё будет что-то близкое до травы, то картинка травы не должна пропадать. Растягивая картинки на как можно долгий срок. Ну и стоит поговорить про сами картинки. Некоторые из них это мемы из интернета, которые были популярны ещё в прошлом десятилетии. Да и вообще, их почему-то до сих пор используют многие начинающие ютюберы в подобном формате. Вот советую использовать другие картинки, чтобы твои видео были оригинальнее. Также в конце ролика я советую тебе добавлять конечные заставки. Это те самые картинки с роликами, которые появляются в конце ролика. И это единственный шанс удержать аудиторию на твоём канале. Ведь в рекомендованных твои другие видео не будут попадаться. А на твой же канал зритель, скорее всего, не будет заходить. Поэтому отличным решением является то, чтобы ты добавлял свои другие видео в конечные заставки, чтобы зрителя заинтересовало твоё другое видео. И чем больше твоих роликов посмотрит зритель, тем больше вероятность того, что он подпишется на канал. Ладно, чел, если ты это смотришь, то постарайся исправить то, что я сказал выше. Ну и самое главное, перезаписывай некоторые свои неудачные слова, чтобы зритель не бросался в уши твоё неправильное произношение. Ну что же, удачи в продвижении канала. Второй чувак, который мне попался под руки, имеет название Гемный Мадешер. Первое, что я вижу, это то, что у чувака пощей 5000 подписчиков, и он набрал их за счёт коротких мемов по этой игре. Вот ещё мне бросается в глаза его шапка. Я, конечно, не хочу придираться к оформлению каналов этой рубрики, но тут я не могу это проигнорить. Честно говоря, у меня такая кривая шапка ассоциируется с какими-то мусорными каналами, на которых выкладывается какой-то мусор. Советую хоть что-то сюда поставить. Не, ну, конечно, не обязательно нанимать хорошего дизайнера, который всё тебе сделает идеально. Но желательно поставить что-то такое, что хотя бы не будет резать глаз. Ладно, давайте глянем его контент. Большинство видео это мемы, без его голоса. Но я хочу глянуть видео, в котором автор канала как раз озвучивал свою роль. Так, секунду, я даже не нажал на видео, а у меня уже есть к чему придраться. Чувак, не ставь такой шрифт на превью. Самое главное на превьюшке это то, чтобы шрифт на нём был читабельным, и он должен иметь свет, который будет выделяться. А здесь у тебя как раз всего этого нет. Используй шрифт без вот этих дыр, пожалуйста. Ладно, перейдём уже к просмотру его ролика. И всем хеллоу, с вами как обычно геомендешер, и сегодня я вам расскажу 10 фактов, о которых вы, возможно, не знали. О которых вы, возможно, знали. Чувак, пиши, пожалуйста, нормальный сценарий для ролика. Вот серьёзно, не допускай того, чтобы у тебя предложение почти что повторяло. Ладно, смотрим дальше. В общем, первое название этой игры Геометри Дэш во время бета-версии было Геометри Джамп. Русский геометрический прыжок. То есть, ну вы понимаете, геометрический прыжок внутри геометрии. А музыка в меню Геометри Дэш была осуществлена Робертом Топауэлой. Так, что тут сказать? Чувак, не нужно торопиться. Говорим о длиннее и более разборчивом. Но ещё бы тебе стоило сделать какой-то переход между фактами, или хотя бы сделать паузу. Ведь ты не восстанавливаешься и всё говоришь слишком быстро, что зрители не успевают соображать информацию. Ладно, это было только начало. Смотрим дальше. Похождение всех официальных уровней из оригинального 3D, включая за челлендж, можно получить 190 звёзд, 5625 арбов и 63 монетки. То есть, вы понимаете, если вы хотите получить 190 звёзд, 5625 арбов и 63 монетки, то просто проходите все уровни официальные из-за челленджа. Чувак, не зажёвывай слова. У меня самого, конечно, не самая лучшая дикция на ютюбе. Но я хотя бы много перезаписываю, чтобы мою речь была понятна. А тут я записался с первого дубля, даже не перезаписывая неудачные моменты по типу зажёвывания слов. Ведь твоё видео похоже на непонятную кашу, в которой ты навалил информацию, но при этом не умею её правильно преподносить. Чел, если ты и делаешь видео, то нужно хотя бы стараться над ними. И это касается не только голоса, а ещё и картинок. Ведь их у тебя почти не было. Да и если они были, то они вот так вот быстро передвигались, и так же быстро исчезали. Вот меня бесит, что многие люди добавляют вот эти эффекты для картинок в монтаже, а тупо для того, чтобы они были. Но при этом не задумываясь о том, как же это будет смотреться зрителям. Зачем всё делать таким быстрым? Да ещё и в большинстве моментов, когда картинка была необходима, ты её почему-то не ставил. Ну и в конце ролика этого чувака есть та же самая проблема, как и с первым челом, которого я оценивал. Да именно то, что вы оба не добавляете конечные заставки. Чел, хоть это и можно сделать только через браузерную творческую студию ютюба, но зато это очень полезная вещь, которая, как я и говорил, ранее будет привлекать больше новой аудитории. Хотя про какую аудиторию может идти речь, если ты даже не добавляешь теги. Но всё же, если ты вдруг будешь их добавлять после этого видео, то запомни, что главное это то, чтобы эти теги были похожи на название. На экране показано, как примерно это сделать. В общем, если ты и дальше ничего не будешь менять в своём контенте, то нормального успеха на ютюбе тебе не видать. Ну и хоть можно сказать, что у тебя он был, но эти ролики хайпинули в один момент, и тогда вроде всё было хорошо, на тебя много подписывались. А потом вдруг видосы уже не попадали с рекомендацией, и от тебя уже начали отписываться. В общем, прислушайтесь к моим советам, и возможно всё станет лучше. Ладно, зрители этого ролика, вот мой основной и второй канал, там есть много других моих видео. Ну и вот ещё плейлист оценка канала. Со временем он будет обновляться, поэтому подписывайтесь на второй канал с колокольчиком, чтобы не пропустить новые видео в этой рубрике. С вами был Далми, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok